Это актуально. Это интересный. Это важно. Это познавательно. Это честно. Это топ-шоу в «Фокусе». Телевидение, реклама, повседневный быт — всё сегодня насыщено искушениями. Общество, апеллируя к базовым инстинктам, возвело их в культ. Культ секса и материальной успешности, который стал уже нормой. Как же человеку, просвятившему свою жизнь Богу, оставаться в обществе и не идти на поводу у искушения этого мира? Есть люди, которые ходят в церковь, неженатые, но которые не монахи. И есть люди, которые в браке. И у многих христиан, которые не монахи, есть проблемы с противоположным полом. Некоторые изменяют своим супругам, некоторые вступают в добрачные связи, некоторые постоянно борются с сексуальными искушениями. И эта проблема есть у христиан разных динаминаций и направлений, которые даже не монахи. Вот вопрос к вам, практический вопрос. Вы живете в столице, в мегаполисе, мимо вас постоянно ходят женщины. К нам приходят женщины? К вам приходят женщины. И одежды на женщинах как-то меньше и меньше с годами. Часть женщин выглядит очень женственно, сексуально, обтягивающая, прозрачная, низкая, высокая, неважно. Юбка в виде шарфика. Парфум от них пахнет. И какие у вас методы или ваши инструменты, как вы боретесь, вы же мужчина. Ну это правда, да, действительно. Или это дар какой-то, не крест. Все мы люди, да, и это было всегда подчеркивали. Конечно, люди смотрят на монахов немножко как на кого-то. Не от мира сего. Не от мира сего. А на самом деле, надо сказать, к сожалению или к счастью, мы все одинаковые. У меня такие же искушения, как и у вас. Как у всех людей. Только мы жену нашли. Да, да. А вот как вы? У женатых тоже есть свои искушения. Ну да. Поэтому у нас одинаковая ситуация. В этом плане, потому что у нас одинаковая природа человеческая, как с этим бороться с грехом, не бороться опять-таки с людьми, с женщинами. Смотреть на человека, как на такового, который есть моим братом и моей сестрой, как такового, который есть образом Божьим, всегда говори человеку, как сказал один монах, действительно, всегда говори противоположному полу, да, а себе нет. То есть, если у тебя есть искушение, то не сразу отбрасывай кого-то и зайди от меня, там, не знаю, сатана или кто там еще. Потому что это не по-христиански. Всегда ты должен быть открытый, доброжелательный. Но себе, своему вожделению, своему греху, ты скажи нет. Потому что помним слова Христа, кто с вожделением смотрит на женщину, уже там, шестая запрещена, прелюбодействует. Поэтому... А как вы боретесь? Это уже традиция многовековая, как бороться с искушениями, молиться. Мы смотрим на Иисуса Христа на пустыне. Как он боролся с искушениями. То есть, это были реальные искушения, которые были у Иисуса Христа. Священное Писание, да. Помни о Боге твом, Ему одному поклоняйся. То есть, вера. Слово Божие, поклонение, духовные вот эти молитвы, Слово Божие, поклонение Господу. И вот такие вещи не помогают. Это если ты чувствуешь искушение к противоположному полу, бери Слово Божие, молись, и это искушение уйдет, да? Естественно, что это не все. Это как бы основа и фундамент. Надо помнить о тоже средствах натуральных, да? То есть, избегать искушений. Если ты приблизился к греху, потому что ты его хочешь, то ты потом уже никуда не убежишь, и Слово Божие тебе не поможет. Потому что ты сам подрываешь доверие Бога. Он тебе хочет помочь и говорит, избегай греха. Не приближайся к нему. Дьявол очень... Бегет-блуда. Говорит апостол Петр. Дьявол, как лев рыкающий. Который... Кого поглотить? Кого поглотить? Как относятся в вашем ордене монашеском? Считается ли анонизм грехом? Это не имеет отношения к ордену. Это имеет отношение к катехизису католической церкви. То есть, к всем верующим и членам католической церкви, где предписано, что это одна из форм нечистоты тела, которое является храмом Духа Святого. То есть, когда мы знаем слова апостола Павла. Это прописано даже. Не приличайте, что кто-то, который занимается блудом, которые нечистые, которые мужеложники, еще какие-то, что они царство Божие наследуют. Не обманывайте себя. Потому что ваше тело – это храм Духа Святого. То есть, оно нуждается в таком же почитании, как и наша душа. Это важный вопрос. Смотрите, иногда общаешься с людьми в церкви, это даже не касается просто монахов. Ты общаешься с христианином, и он говорит, «Я занимаюсь этим, потому что врачи говорят, что без этого нельзя. Потому что это должно как-то выходить, нужно какую-то разрядку получать. И раз медики советуют, я же не хочу разрушать свое тело». И слушают врачей. Более того, если врачей слушать, врачи говорят, воздержание – это вообще смертельно опасно для здоровья. Врачи говорят, что надо регулярно заниматься сексом, чтобы быть здоровым. И как вы разговариваете с врачами? Врачи, другие говорят, надо сделать аборт, потому что не выносишь плод, и так далее, и так далее. Врачи много что говорят, и, к сожалению, не всегда это как-то, не то что с заповедями, здесь вопрос не о заповедях, вопрос здесь о профессионализме. То действительно ли это поможет? Действительно ли, когда человек входит в какой-то, это называется, как это назвать, привычка, плохая привычка, да? Действительно ли это ему поможет? Или он еще, как кто-то говорит, если ты хочешь бросить пить, то выпей себе каждый день. И тогда тебе так будет плохо, что уже не захочешь. Нет, ты станешь алкоголиком. То есть плохая привычка еще более увеличится, и ты станешь зависим от этого. И ты будешь рабом этого самого. То есть это неправильно, то что врачи говорят, что если человек воздерживается, то это вредное здоровье. Не вредно. Вот вы практически, как вы себя чувствуете? Нормально? Я себя чувствую нормально. Да? Да. Слушай, вспомни, Сидар, но это не значит, что воздерживались от явств, и при этом были сочны, упитаны, что удивился начальник Евнухов. Может быть это из разряда чуда Божьего, знаешь, человек посвятил себя. Это чудо или физиология просто? Это физиология или чудо? Не физиология, не чудо. Я повторяю, что у меня тоже есть искушение. Что я такой же, как и вы. Без разницы. Если кто-то получил дар, скажем, призвание, да, то это не значит, что он сразу стал неотразимый для греха. Что грех у него уже ничего общего с ним не имеет. Апостол Павел говорит, мы как сосуд, который Господь хочет использовать для своего служения. Боже, бодрство. Господь избирает слабых людей, чтобы в них проявилась сила Божия. Первое Коринфянам, первая глава. Братья, говорит Павел, посмотрите на ваше призвание. Сколько там сильных, сколько там благородных. Господь избрал слабое, чтобы мир... Немощь, чтобы посвамить сильных. Посвамить сильных. Хочу рассказать одну историю из одной аудиокниги. По лесу шло два монаха. Они дошли до реки, где стояла очень красивая женщина, она не могла перейти через реку. Один монах просто взял ее и перенес через реку. Поставил, и они двинулись дальше. Прошло два часа, и один из монахов сказал тому, который приносил женщину, «Как ты мог ее взять? Мы дали обет, не прикасаться к женщине». Этот ему ответил, «Я ее поставил два часа назад, а ты ее до сих пор несешь с собой». То есть, о чем я хочу сказать. То есть, есть люди, которым гораздо сложнее бороться, скажем так, со своими сексуальными мотивами. Есть и другие люди, которым легче. Ну, из-за этого бывают... То есть, просто по физиологии люди разные или как? Да, да. То есть, мы одинаковы по физиологии, но кому-то легче бороться с этим, кому-то сложнее. То есть, человек, который идет в монашество, и он очень там сексуален, как говорится, гиперсексуален, он не служит быть монатором. Я думаю, может быть, из-за этого нужны длинные одежды, я не знаю, кто придумал это. Может, это в связи с этим? Вот, человек очень красив, вот вы молодой, такой симпатичный человек, вы спрятали себя. Одежда появилась не из-за этого, одежда это был другой мотив, да. Когда монашество организовалось в общине, то, вот, например, у того же Августина, он один из авторов одного из уставов. Уставов было много. Потом Бенедикт на западе, на востоке, там Василий Великий, устав Василиянский. И там написано, у Вас должно быть все общее. У Вас должна быть общее. Одежда тоже. Поэтому у нас одинаковая одежда. Почему не джинсы и футболка? А вот у меня джинсы и футболка. А есть джинсы, да? Да, но Вы спрятали их под одеждой. Но традиционная религиозная одежда, это все-таки не джинсы и футболка. Да, 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 конечно. Дело в том, что в христианстве очень важен знак. Например, крест. Знак креста. Всегда любые знаки, символы были очень важны. С самого начала. Хорошо, это, скорее всего, символ. Мы поняли, это не с сексуальными влечениями связано. Вот, еще, пожалуйста, мнение. Как нам понимать монашество, что говорил об этом Иисус, апостол Павел? Мы, мнахи, ссылаются на такое указание Иисуса, что вот некоторые люди с копсами родились, некоторые люди их сделали таковыми, но некоторые себя делают для царства небесное. И вот тут самое важное, что Иисус заявляет, кто может внестить, тот пусть внестить. И Он не говорит в этот же момент, что отделение от мира. Он призывает своим примером, прежде всего, идти и проповедовать Евангелие в этот мир. Но, если у тебя есть какие-то помехи, что если ты чувствуешь, что жена тебе будет помеха, там, дом тебе помехи, имение помехи, говорит, оставьте это, получите еще больше. И потому, мы здесь видим, что к таковому полному отделению от мира, как такового, как мы это понимаем, Иисус не призывал. Не всякого сомнения. Ну хорошо, а вы как сами, вот подождите, вы как сами смотрите? Может быть, исключения какие-то есть? Один из десяти может быть монахом или нет? Безусловно, не всякого сомнения. Если это действительно призвание от Господа, если он получает это призвание не так, потому что, как ему показалось, это полное посвящение себя Господу. И если тебе что-то мешает, то ты оставляешь. И идешь, служишь тебе Господу. Все, получается, монашество, это не убежать буквально в монастырь спрятаться, а отречься от чего-то, и ты уже, в принципе, монах, даже если одежду такую не одеваешь. Безусловно, безусловно. И это, об этом говорит конкретно Писание, это полное посвящение. Ну, вот смотрите, в такой форме монашество оно может существовать? Может быть, мы многие и есть монахи. Я, например, отказался от того, чтобы курить, выпивать, ходить по ночным клубам. Я посвятил себя одной супруге, моим детям, дому. То есть я не провожу время вне моей семьи практически свободного. Вообще у меня нет времени. Все мое свободное время, и я люблю это время, оно все с семьей. А зачем тебе вообще быть монахом? Библия не призывает тебя быть монахом. Библия призывает тебя отдать жизнь Господу. Тебе не надо быть монахом. Монашество – это просто форма, которая людям удобна в самом посвящении. Это метод посвящения, один из методов. Как бы форма служения. Это метод посвящения. Ты можешь другой метод выбрать. Главная сама суть, цель – посвятить себя Христу через монашество или через что-то другое. Это одна из форм того, как мы служим. Как мы посвящаем себя Господу. Как мы отделяемся от мира. Ну, я хотел бы напомнить еще раз, что вот постоянная речь «мы, мы, мы», я посвящаю «мы». В монашестве всегда был принцип, что не я, но Господь. То есть Господнее призвание. Господь призывает пророков, Господь призывает апостолов Иисус Христос. Апостолы не думали, вот эта форма будет для меня хорошей, чтобы идти за Христом. Они вообще не знали. Они увидели его первый раз, и он говорит, иди за мной. И он отвечает, идет. То есть здесь инициатива по стороне Господа. Повторяю, что считается уже традиционно много столетий в церкви католической и православной, что монашество – это дар Святого Духа. Поэтому его имеют некоторые. Вы сказали, там, один из десяти, один из сто, я думаю, один из тысяч. Но, кстати, о том, что это дар как-то нигде не написано, опять же. Это не один из девяти даров Духа Святого. Это не дар служения, нигде он в перечне не упоминается. Дары Духа различны. Но и девять только упоминается. Девять. Даров Духа Святого. Дух веет там, где хочет. Мы не можем сказать, что даров Духа только девять. У меня есть вопрос относительно монашества. Какая связь или в чем понятие великого поручения Иисуса и монашества? Вот я не понимаю. Я вот, было рассказано о том, что монахи переехали ближе в центры городов, чтобы было легче нести Евангелие. Я за все 27 лет, когда была связана с городом, ни разу не была остановлена ни одним монахом для того, чтобы узнать о Христе. Вот вопрос. Если я человек, не знающий Бога, чтобы мне евангелизировали, нужно прийти в монастырь? В чем? Вот как работает великое поручение Иисуса и детей научите для монахов? Если бы мы жили в Средневековье, да, когда в некоторых городах Испании половина жителей города это были монахи, то вы бы их встретили на каждом шагу. Когда мы живем в Киеве, где 3 миллиона человек и монахов в лавре около 100, нас, доминиканцев, 10 человек, 9, то встретить среди 3 миллионов нас девятерых на всех улицах города сложно. Поэтому сейчас немножко по-другому проповедуется Слово Божие. Из-за физической невозможности проповедовать всем всюду постоянно и так далее. В телевидении, в интернете. Вот мы имеем Институт религиозных наук в Киеве. Все желающие могут прийти, узнать, учиться 5 лет. И вот это одно из служений. Мы издаем журналы, мы издаем книги. Аскетизм не являлся нововведением христианства. Гораздо раньше аскетические практики появляются в индуизме. Присутствуют они в некоторых течениях буддизма. Пропагандировалась аскеза и некоторыми философами античности. В Палестине аскетический образ жизни велико Мраниты и Назареи. Все они проповедовали самоограничения и самоотвержения, которые дополнялись целым рядом обетов. Так в чем же уникальность образа жизни христианского монашества? В чем ваше послание, чтобы человек спасся? Есть человек, который живет в этом мире, обыкновенный житель столицы или какого-то другого рода, который не знаком с Богом. И он обращается к вам с вопросом, «Как мне спастись? Как мне познать Бога?» Есть какой-то короткий месседж, какое-то короткое послание, которое можно сказать человеку, чтобы спасить. У нас в наших протестантских церквях есть как привести человека к Иисусу. Мы говорим о крови Христа, о смерти воскресения, о кресте, и говорим человеку, чтобы он покаялся в грехах, принял Иисуса как своего Господа, и тогда человек спасается по вере в Иисуса. Какое у вас Евангелие, в чем суть вашей проповеди Евангелия, спасения? Вот если говорить о конкретно, как проповедуют монахи, то надо опять обратиться к Священному Писанию. Ради чего кто-то идет за голосом Божьим, становится монахом. То, что было здесь цитировано, 19 глава Евангелия от Матфея. Скопцы, кто-то родились такими, кто-то их сделал. И последнее, это самое важное, что Христос говорит, а кто-то избирает это ради Царствия Божьего. Именно всегда в традиции монашеской было подчеркнуто, что монах – это знак будущего Царствия Божьего, где не женятся, не замуж не выходят, но живут как ангелы небесные. То есть это знак, то есть вызов, другими словами, миру, который живет своей жизнью. Иногда, как было здесь, мы раньше говорили, не всегда благочестивой жизнью. Это вызов, что можно жить по-другому. То есть первая проповедь монаха – это его жизнь, не слова. И уже потом этот пример… Я знаю, у меня появляется непонимание в таком случае. Вот сидят три монаха передо мной и своим образом жизни призывают меня в свой образ жизни. И с иудаизма монах, с буддизма монах и христианский монах. И каждый из них живет аскетическим образом жизни, старается не грешить, работает над своей плотью, обуздывает ее. И каждый призывает меня на свою территорию выйти из греховного мира и идти к ним. Чем отличается послание христианского монаха от восточного монаха, который не знает Христа? В чем ваше послание человеку, который даже не собирается стать монахом, просто человек хочет примириться с Господом, как Павел говорит, примиритесь, примиритесь с Богом. Как примириться с Богом? В чем отличие христианского послания? Государство, как на Востоке, так и на Западе, имею в виду Восток христианский, не Дальний Восток, всегда означало, да, с одной стороны, знак Царствия Божьего, а с другой стороны, подражание Христу. То есть буддист не подражает Христу, индуист тоже не подражает Христу. Кто-то в иудаизме, если там есть монашество, да, там его нету, но если живет кто-то в целибате, там нету подражания Христу. Как говорит апостол Павел, живу уже не я, но живет во мне Христос. То есть все то, что делал Христос, говорил, я воплощаю в своей жизни, хочу тоже то же самое делать, хочу тоже самое говорить, хочу тоже служить, но не только служить, но и молиться ночью, хочу поститься, там 40 дней или сколько, хочу все, что Иисус Христос, смотрю его слова, читаю в Евангелии, хочу ему подражать. И вот именно это послание, что я следую за Христом, и тем отличаюсь от каких-то целых монашеских собраний, буддизме, которые, в принципе, это почему стало модным? Потому что не надо большой борьбы, Христос боролся с дьяволом. Это как гимнастика, как аскетизм, совершенствование себя, открой свои чакры, не знаю, что там еще другое. То есть это совершенно ничего общего с христианством не имеет, ни с Евангелем. То есть буддийский монах не борется с сатаной, а христианский монах, он является в конфликте с сатаной, он в борьбе с ним. Без борьбы нету монашества. Без борьбы, потому что Христос боролся. Хорошо, образ жизни, пример, вы также явно проповедуете словами, людей призываете покаясь. Естественно, естественно. Я не стою на амвоне и молчу. Смотрите на меня. Один из отцов в церкви сказал, проповедуйте делами, и в крайнем случае словами. Я, будучи шесть лет в буддизме, и очень сильно интересовался буддизмом, и даже подумывал о том, что вот то, о чем мы говорили, о монашестве буддизмом, есть у нас датсаны, подумывал об этом пути, встретив католического монаха. Это было не сразу, это прошло какое-то время, но вот за год эти люди, эта среда перевернула совершенно абсолютно мою жизнь. Другая атмосфера. Ощущение Бога. В буддизме действительно, правильно сказали, в буддизме нету. Бога это атеистическая религия, не то, что его нету, потому что мы христиане считаем, что нету. Они сами говорят о том, что Бога там нет. И вот я почувствовал, что я не один. Там состояние радикальной отчужденности от всего в буддизме. Здесь я пришел и почувствовал, здесь Бог, здесь мое место, здесь я должен остаться. Божье присутствие, Божий дух. Но проповедь звучала? Проповедь звучала, Я, естественно, я как человек очень скептический, к словам относился скептически. Мне нужны были действия. Я смотрел на этих людей, я смотрел на любовь, которую они проявляют. Я смотрел на любовь, которую они проявили ко мне, зная, что я другого исповедания. Я пришел учиться в католический университет, я заявлял, что я буддист, меня туда приняли, я там учился и принял христианство. Поэтому эти люди... Это замечательный пример. Для меня очень хороший пример проповедия. Вот вам ответ. Образ жизни все-таки имеет силу большую. И слова иногда без образа жизни это ничто. Ну, по поводу... Вот сейчас правильно очень молодой человек сказал. Есть... Ну, я просто для себя понял, например, что есть такое понятие, как цель. Да? То есть... Как-то вот есть такая мысль, да? То есть вот в истории христианства, что антихрист, он будет принимать... Он тоже будет в какой-то степени подражать вот этой форме. Да? Определенной. Но он не будет иметь... У него цель будет другая. Духовная цель, откровение у него будет другое. То есть у него будет... У него цель будет злая. Вот. Христос говорил, что и многие придут и говорят, что и бесов изгоняли, и то делали, и это делали. Но он сказал, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. В Псалме сотом сказано, что злого я не буду знать. То есть вот как бы вот это... То есть мне кажется, что разница именно вот в этой глубине, вот сейчас, которую молодой человек подсказал. Да? То есть... Если есть определенная цель, духовная, да, и для этой цели, для реализации цели, для принесения плода, для принесения пользы, человек полностью себя посвящает, и здесь становится монахом, не женится, не замуж не выходит. И действительно, потому что Христос будет судить правильно нас. Он будет судить нас по плодам. Он будет видеть наши плоды. И если монашество принесло плод, сильный плод, то есть сильнее, например, чем у того, кто живет в браке, то тогда Христос это примет. Я верю, это так. Чтобы осветить еще один аспект, просто интересно, на какие деньги живут монастыри, где деньги берут? Зарабатывают сами пособия, пожертвования? Что это? Ну, естественно, что исходя из древней традиции монашества, особенно западного, девизом ордена бенедиктинцев, например, было «Ora et labora» «Молись и работай». То есть не только молись, не только работай, но молись и работай. То есть принципом содержания монастыря была собственная работа или физическая, или духовная, когда ты проповедуешь и за это получаешь пожертвование. То есть до сих пор оно так и осталось. Естественно, есть разные, я бы назвал это, ну, не совсем евангельские, может быть, действия, когда какой-то богатый очень человек дает какие-то большие деньги какому-то монастырю взамен за что-то там. И не всегда это что-то. Это молитвы, может, какие-то индукции. Это называется молитвы, но на самом деле это какое-то покровительство. Это не евангельское, да? Когда у тебя есть какой-то богатый, богатый спонсор, когда ты, почему? Потому что ты начинаешь уже жить не по монашескому уставу. Чтобы угодить спонсору. Да, ты уже зависим от кого-то. Ты не можешь его критиковать, его грех. Ты не можешь обличить его. Лояльность появляется. Лояльность появляется. То есть вот это плохо. Он должен тайно давать, если он хочет пожертвовать. Вообще не надо брать от человека, у которого происхождение денег подозрительное. Потому что... А как проверить? А это видно. Это видно. По лицу? Да. Ну, в машине по лицу. Самое главное, что... То есть монастыри должны жить за свою... Содержаться за свою работу. Мы, например, да, служим службе, за которые есть пожертвования. Мы преподаем в институте Фомы Аквинского, в котором я тоже преподаю. За это есть какая-то заработная, небольшая плата. Кто-то работает, проповедует, выезжает на неделю. Но это заработная плата, опять же, не лично вам, она куда-то идет? Она идет мне. Или что? Или вам? Потому что я эконом дома. А! То есть... Вы распределитель. Распределитель, да. То есть не настоятель, но тот... Потому что всегда есть разница. Есть настоятель, и есть его помощник, отвечает за финансы. То есть все заработки всех братьев сходятся в одну кассу. Из этой же кассы все получают свои нужды. Как нужды определяются? Приоритетно. Ведь нужна одежда, а у него еще чистая, целая одежда. А я не проверяю его... Или просто... Чистоту его одежды. Ну, имеется в виду, еще пригодное для ношения. Все... Все по совести. Все по совести. То есть ты идешь к настоятелю... А если бессовестный попался, постоянно... А он не может попасться. Он 5-7 лет проверялся. Не-не, проверялся на противоположный плод. Бывают, к сожалению, все мои люди, но тем не менее принцип должен быть такой. Я тебе доверяю. Да, потому что... И бог тебе судья. Если что. И бог тебе судья. Подозревать всех. Хорошо, а бывают случаи, прецеденты, вот люди не выдержали монашеский образ жизни, хотят уйти. Да. Что такое? Естественно, что как всюду люди в любом обществе, в любом работе, в семье, есть такие, которые до конца идут, а есть такие, которые оставляют еще что-то новое. Что вы им говорите? Что вы говорите? Ну, вот есть два способа ухода. Первый, это более безобидный, когда во время этой подготовки, которая длится там 5-7 лет, то есть он уходит, пожалуйста, ты решил, что это не твое место. Ты понял, что у тебя нет призвания, что нет этого дара, Святого Духа. Да, передумал. И ты не выдержишь. А если уже стал монахом? Это было твое личное желание. Бывает, вот это уже более драматично. Кто-то уже стал, принес обеты, торжественные в церкви, перед свидетелями, перед людьми. Это всегда аналогия была между обетами и тем, что люди, когда бракосочетаются, то есть женятся. Это в католической церкви, это таинство, нету разводов. То есть аналогия всегда была такая, нельзя уже после этого уйти без каких-то последствий канонических и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты как бы обещал торжественно Богу, что быть... Хорошо, человек уходит, что дальше? Человек уходит, и тогда он, естественно, оказывается, как бы, ну, не экскоммуника, это называется, то есть исключение из церкви, но если налагаются на него другие, меньшие наказания, тогда он не может приходить к причастию, участвовать в службе, исповедоваться, пока не урегулирует эту ситуацию. Пока не вернется. Есть два выхода. Можно вернуться, или можно постараться, но это длится очень долго, чтобы с тебя сняли эти обеты. Сколько времени может длиться? Несколько лет. Хорошо, я зачитаю вам одно из мест писаний Нового Завета по вопросу безбрачия. Это 1 Коринфянам, 7 глава, 32 стих. А я хочу, чтобы вы были без забот, пишет апостол, не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю, это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно И непрестанно служили Господу без развлечений. Я думаю, это и о безбрачии, и о монашестве сказано косвенно. Да, имеет место быть монашество, посвящение Богу, отречение от каких-то мирских вещей, но если это здраво, если это правильно, если люди при этом служат, евангелизируют, изучают Библию, молятся, они идут в мир, они прячутся от мира, тогда это правильно. Правильно, монашество в той или иной степени присутствует, я думаю, даже в наших жизнях современных протестантских церквей. Не в той степени, не в той форме, как это буквально у нашего гостя, но мы отчасти, я думаю, монахи, мы посвященные, мы посвященные, мы отреченные от мира, мы служащие Богу. И благо, что у нас есть такой вызов, и такие люди, которые эту планку загибают для нас, пример радикальный преподносят, жить вне брака, вне забот. Он действительно говорит, хочу пощусь 40 дней, хочу молюсь ночью, хочу Библию читаю. Не всегда, к сожалению, когда мы семейный образ жизни ведем, можно такую свободу максимальную иметь. Слава Богу за вас, спасибо, что вы участвовали в нашей программе, спасибо большое, мы очень рады, что вы посвятили нам время. Спасибо всем, аплодисменты. Аминь. Аминь. Продолжение следует...